Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегеты. Продолжаем мы изучать Евангелие от Матфея. Сегодня у нас 19 глава. Когда Иисус окончил слова Сии, то вышел из Галилея и пришел в пределы Иудейские, с Иорданской стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Спаситель, закончив слова своего учения, произносил там этой притчей, просто наставление, и он из Галилея отправляется в Иудею, но не через территорию самарян, потому что самаряне с иудеями не общались, а идет за Иордан. И там, когда он появляется, то тоже люди за ним следуют, и он исцелил их там. Сказано, обычно люди, когда люди обращаются к Богу, когда люди вообще ищут спасителей, когда им хочется получить какое-то исцеление от болезни. Своих греховных недугов мы, как правило, не замечаем, не видим, что у нас страждет душа, погибает. А когда телесное какое-то заболевание, то тут же начинаем молиться, обращаться к Богу. Но Господь, невзирая на это наше несовершенство, все равно проявляет милосердие. И в данном случае все равно Господь исцелял. Хотя обращение, может быть, людей было еще не очень совершенно сказано. И он исцелил их там. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему». Вот, братья и сестры, сразу отметим, что фарисеи приступили именно искушая. Не то, чтобы они искали какого-то наставления от Христа, а им хотелось задать неудобный вопрос спасителю, чтобы в чем-то его обличить. И так, значит, они, искушая его, говорили, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей». У иудеев, точнее, у школ фарисейских, шли споры по поводу того, разводиться или не разводиться. Ну, реально мы знаем, что закон Моисеев позволял. А, однако, вот, если исходить из некой вот такой строгости духовной, то все понимали, что разводы – это все-таки несовершенство. А вот что скажет Христос? Значит, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает». Вот когда совершается таинство венчания, то там тоже вспоминаются вот эти вот слова, и в молитвах проходит, да, вот это воспоминание первого благословения Божия, которое еще в раю было дано мужу и жене, получается так, что таинство брака, да, это райское установление, это установление Божие в самом первозданном еще раю, когда благословляется муж и жена для брака. И вот как сотворены вообще люди были именно один муж и одна жена, а не так, что вот Адам, да, и вокруг него там 20 женщин крутятся, бегают, то вот с этой вот, значит, захотел, то вот с той захотел, вот это, значит, уже стало ему неприятно, не нравится, вот он там еще одну нашел. Нет, вот Бог не так сотворил, вот один муж и одна жена. Поэтому изначально вот Господь видит наши семейные отношения только так, что всецелая верность друг другу и никаких разводов. Они же, то есть фарисеи, значит, они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? То есть получается, что же, противоречие закону Моисеева, а для иудеев это было, в общем-то, ключевое такое правило, что разрешил Моисей. Значит, Моисей же разрешил, он, спаситель, говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Ну, что значит по жестокосердию? Ну, потому что положение жен было не настолько правовым, не настолько защищалось в те времена, и некоторые мужья могли просто вот по гневу своему, да, разгневавшись, просто поубивать своих жен. И чтобы не было таких вот страшных преступлений, чтобы никто никого не убивал, лучше им разойтись и жить отдельно. Так как жестокосердие, оно захватило душу людей. А сначала не было так. То есть первое правило и первое заповедь Божия, установление, которое было дано еще в раю, оно теперь напоминается в Новом Завете. Вот какое дело. А вот в Ветхозаветные времена, когда жестокосердие преобладало, тогда нет, тогда больше было строгости, да, где-то вот, конечно, по немощи жили. А вот в Новозаветные времена восстанавливают первое райское благословение. Но я говорю вам, кто разведется с женою свое не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенный прелюбодействует. В общем-то, достаточно такие, может быть, строгие слова, но на самом деле все это вот понятно. И единственная причина для развода – это прелюбодеяние. Но в каком смысле? Даже мы понимаем, что бывают, конечно, искушения какие-то, и высок подвиг тех, допустим, христианских жен, которые все-таки не разводятся и молятся за своих непутевых мужей, и некоторые даже их вымаливали. И мужья уже вели более благоразумный образ жизни. А не так, что, значит, если муж оступился, ну, тут же и побежали, да. Но речь о чем здесь? Спаситель говорит, что должна быть очень веская причина для развода. Не просто там не сошлись характерами. Это бывает, что в какой-то период вдруг нет взаимопонимания, потому что еще недостаточно даже самих себя познали, да, не то что своего вот второго человека, который вот именно с тобой рядом находится. То есть себя еще не познал, да, а вторую половинку тем более. И должен пройти какой-то период времени, когда человек уже по-новому смотрит на вторую половинку, и уже глазами любви испытаны временем. Эта любовь испытана временем. А если уж и разводиться, ну, когда, допустим, он действительно вот вообще, значит, бросил семью, ушел и там живет, а как быть-то, то есть если уже ушел человек, если уже он с кем-то устраивает свою судьбу, то, конечно же, в таком случае благословляется разводиться и с Божьей помощью попытаться устроить вот новую семью. Поэтому Спаситель так и говорит, что, да, кто же разведется не по причине прелюбодеяния, тот сам прелюбодействует. И когда это услышали ученики Христовы, то, конечно же, для них это слово было новым и очень таким тоже в каком-то смысле жестким. Потому что, ну, в ветхозаветные времена достаточно было просто разводное письмо жене написать, что она свободна, что и может вступать уже в новый брак. И все. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Лучше вообще, значит, не жениться, если женился один раз уже на всю жизнь. Вот как рассказывают своего рода, как такой анекдот, что ли, даже. Но это из жизни на самом деле, как на венчание. А они, сами пары, не очень выцерковленные. Бывает, когда невыцерковленные люди приходят в храм и вот стоят, им становится плоховато из-за того, что служба кажется долгой, они этого не понимают. И иногда бывает, что люди даже в обморок падают из-за того, что они не привыкли к службе. И тут, значит, вот жених невесты, вот венчание, потом батюшка произносит проповедь, в конце выходит и говорит, что теперь вот вы венчаны, и вы вместе будете не только здесь, но и в вечности. Вечно будет. Невеста как услышала и упала в обморок. Ну, на самом деле, у нее обморок случился из-за того, что просто долго стоял, и батюшка затянул свою проповедь. Да, но пришлось просто вот в этих словах. Но вообще, людям иногда это кажется очень так вот тяжело, кажется, что это невозможно понести. Да, а если уж ученики спрашивают, если жениться, разводиться, и это нельзя, то тогда лучше вообще не жениться. И Спаситель их переключает, внимание их, на новый, действительно, более высокий уровень христианской жизни. То есть, вот есть у нас жизнь семейная в христианстве, а есть жизнь монашеская. И семейная, она, да, к ней есть вот некая строгость, что женился и уже не разводится. Ну, так еще вот в виде небольшого отступления, понятно, что сейчас разводы зашкаливают, это уже как норма рассматривается, но замечено, что те, кто один раз развелись, им второй раз еще легче развестись. А в третий раз, в третий раз они даже не будут расписываться, будут просто там сходиться, расходиться без всяких там штампов в паспорте. И это означает, что человек потерял основательность в своей жизни. И он ничего не может создать. А если ты не можешь устроить свою семью, то о чем тогда вообще говорить? Потому что государство, оно состоит из множества семей. А если каждая семья будет развалена, да, то из чего будет состоять государство? Из каких-то осколков жалких. Ну, в общем, если семейная жизнь, то хранить верность и не разводиться. Но есть и другой, более высокий образ жизни. Итак, значит, ученики говорят, если такова обязанность человека, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Безбрачный образ жизни не могут все вместить, а только кому дано. Вот это особое призвание от Бога, и человек себя просто вот не мыслит иначе, как только вот монахам. И иногда, конечно, спрашивают, ну вот кому идти в монахи? Как это узнать? Вот если ты все-таки сомневаешься и думаешь, идти в монахи или не идти, то значит все-таки не идти. Потому что если идешь в монахи, то сомнений и колебаний не должно быть никаких. Иначе, если ты придешь, у тебя будут там сомнения в монашестве, то это намного хуже. Итак, значит, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Конечно, тоже опять вот Спаситель, он такие достаточно жесткие приводит примеры, образы для чего? Для того, чтобы люди тут же прислушивались, когда какие-то вот такие строгие примеры, необычные очень, они сразу пробуждают внимание, человек просыпается и слушает все, что ему говорят. Ну, понятно, что речь не о том, чтобы быть скопцами. Да, никаких самоистязаний не может быть. А речь о чем идет? Что вот есть те, которые из чрева матернего родились так. Это некие физиологические особенности человека, что он, родившись, он оказался не способен к деторождению. И он просто вот не может заводить семью, потому что он не может иметь детей. А есть люди, которые пострадали, к великому сожалению, от других. Или там, я не знаю, какие-то болезни иногда бывают, что человек лишается этого. Или действительно, сказано, оскоплены от людей, ну, то есть буквально пострадали из-за этого, и они тоже не способны к брачной жизни. А есть те, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит. И это образно говорится об отсечении, духовном отсечении всего плотского. О том, что в мыслях такие люди отсекают всякое телесное помышление, всякую чувственность. И им хочется быть всецело посвященными Царству Небесному, всецело духовному быть посвященными. А телесное у них угасает. Вот такие люди, которые для Царства Небесного, это есть те, кто именно избирает путь безбрачия и становятся монахами. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо доковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда». А вот этот пример очень для нас важен, очень поучителен. Спаситель говорит, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». А тоже образно, вот как им приходить-то? Они же сами по себе не могут. Значит, родители должны их приносить. И это означает, что родители должны приносить детей в храмы сейчас. И именно детей надо крестить, чтобы мы не лишали их благодати Божией. И причащать деток надо, святых тайн Христовых. «Пустите детей и не препятствуйте, и не препятствуйте им приходить ко Мне, то есть приносите их, ибо таковых есть Царство Небесное». Так что родители отвечают за души своих детей, несут ответственность. Вообще родителям вручена огромная такая вот, в каком-то смысле даже власть и ответственность, потому что именно родители нарекают имена своим детям. Ну, понятно, что когда приносят в храм для крещения, то там священник читает молитву на речении имени, но все равно родители выбирают, родители выбирают, и это имя, оно пройдет через всю жизнь их ребенка. Зачастую именно родители с детства, приглядываясь к способностям и дарованиям ребенка, направляют его куда-то, да, допустим, заниматься музыкой, там, я не знаю, фигурным катанием, изобразительным искусством, рисовать, кто-то с спортом, то есть родители вот смотрят, куда направить ребенка, и это может стать определяющим его жизнью. И вот также духовная жизнь ребенка, она зависит от родителей. Если они понесут его в храм и будут стараться, сопровождая добротой и теплым отношением к ребенку, его взращивать в духовной жизни, то это тоже пройдет через всю его жизнь. И дальше, значит, ситуация уже совершенно иная, читаемая в Евангелии. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благой, что сделать мне добру, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». И в сравнении с другими Евангелиями мы знаем, что подошел некий юноша, не просто вот некто, а это был юноша, причем занимавший определенное начальственное положение. И вот он спрашивает, что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, причем называет спасителя «учитель благой». А спаситель вдруг говорит, «Что ты называешь меня благим?» То есть, «Почему ты называешь меня благим?» Ведь никто не благ, как только один Бог. Спаситель видит, что есть искренность в вопросе этого юноши, и он пытается его потихонечку подвести к мысли о своем богосыновстве. То есть, если ты называешь меня благим, то ты должен помнить, что никто не благ, как только один Бог. И вот толкователи, они пытаются вот эту мысль провести, хотя есть некоторые другие толкования. И дальше спаситель продолжает, если уже как бы собственно отвечает на вопрос, «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Это те заповеди, которые Господь подал людям еще в Ветхом Завете. И благодаря этим заповедям человек сохраняет себя от греха, и враг не может завладеть его душой. Поэтому заповеди нужны для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Читаем дальше. «Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Ну и тут, конечно, юноша совершенно напрасно так сказал. Получается, что он как бы говорит, «А я вот вообще все заповеди исполнил». Дело в том, что мы очень несовершенно исполняем заповеди, даже если мы внешне какую-то заповедь исполним, но внутри все равно у человека может быть, ну, допустим, он там не крал, да, но внутри он позавидовал чему-то богатству и хотел бы его, так сказать, вот хотя бы мысленно он посягал на чужое богатство. Он, допустим, не прелюбодействовал, но допускал блудные мысли. Он не убивал, но иногда такая у него ярость, вот гнев горел в душе, и такое раздражение, что он был бы готов кого-то убить. То есть заповедь Божия, она очень широка, и сердце человеческое, оно тоже даже мысленно либо участвует в соблюдении заповеди, либо не участвует. И так вот, и в отношении почитания родителей, и любви к ближнему, как к самому себе. А юноша непредусмотрительно говорит, да я все это уже сохранил, сохранил давно, от юности моей говорит, чего еще не достает мне? Ну хорошо, если вот ты все это сохранил, то, пожалуйста, вот тебе путь более совершенный. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй со мною. То есть спаситель ему говорит, что если ты хочешь, ну вот ты говоришь, что ты все, значит, исполнил, все заповеди уже преуспел, то, пожалуйста, есть более высокий путь, путь полного совершенства. Конечно, восходили на эту ступень далеко не все, так, чтобы все, значит, продать, там, раздать, и оставшись без имущества и без вещей, следовать за Господом. Но и были такие, как блаженная Ксения Петербургская, которая от всего отказалась, да, и следовала за Господом. Как вот Христо ради юродивы, действительно, они исполняли эту заповедь в полном совершенстве, ничего не имели, даже иногда и одежды достойны, просто в каких-то лохмотьях, вот, а то и без них. В общем, были такие, зато и молитва их исполнялась всегда. Да, вот если хочешь быть совершенным, то, пожалуйста, вот пойди, продай имение твое, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, приходи, следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ну, вот мы видим, как вот этот энтузиазм юноши, он достаточно быстро угас, и оказалось, что не настолько он приблизился еще к совершенству. И он отошел с печалью, потому что сердцем своим больше был привязан к богатству, нежели хотел последовать за Христом. Ну, тут еще вот отметить, хотелось бы, учение святителя Игнатия Бринчанинова. У него есть слово о спасении и о христианском совершенстве. И он говорит, что для спасения достаточно исполнять заповеди, и человек, живущий в миру, может их исполнять. Он призван к этому, чтобы исполнять не только ветхозаветные, но и евангельские, допустим, заповеди блаженства. А есть еще, помимо этого, путь христианского совершенства, которому призваны прежде всего монахи к пути христианского совершенства, что вот монах, он отрекается от своей воли даже, понимаете, он отрекается от своей воли, должен жить по послушанию, в совершенном целомудрии и в нестяжании. И по идее, вот в монастырях, в монастырях в основном общежительный устав, там даже ведь одежда, она, ну, пошивается, допустим, да, вот есть пошивочные, там благословляют что-то пошить, и зачастую действительно, и до сих пор сохраняются такие монахи, надо сказать, они про себя особо не рассказывают, нигде там не пишут о себе, которые действительно фактически ничего, никакого своего имущества не имеют, ни автомобиля, ни дачи, ни квартиры в городе, ничего. У них только то, что им благословили иметь, и что им выдали. Вот этот путь более высокий, но он для монахов. А юноша, тем временем, как мы прочитали, отошел с печалью, потому, почему? Потому что было большое имение, Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Вот для людей того времени это звучало тоже, знаете, шокирующе. Почему так? Потому что думали, что богатство – это благословение Божие. Люди были очень привязаны к земной жизни и считали так, что если у какого-то богатства, значит, Бог его благословил. Ну, в принципе, можно сказать так, что если он не награбил, если он не путем грабежа, насилия, что он отнимал у кого-то, а вот старался заниматься каким-то важным делом, предпринимательством каким-то. И, ну, потому что многие пытаются этим заниматься, но быстро разоряются. А у кого-то получается, значит, как Бог благословляет его. Да, но тут Господь говорит, что оказывается не все так просто, и оказывается само богатство становится искушением зачастую. Поэтому иногда Господь и не подает какому-то предпринимателю, подает, а потом его отводят от этого богатства, потому что оно как соблазн для него. И Спаситель говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Причем Спаситель не сказал, невозможно войти богатому в Царство Небесное. Возможно, но трудно. А трудно почему? Если ты привязался к своему богатству, то оно тебе дороже, дороже всего на свете, дороже Бога будет. И еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Ну, конечно, эти слова добавлены не для того, чтобы совсем добить богатых с точки зрения евангельской правды, а для того, чтобы мы понимали, что Царство Небесное вообще оно нелегко дается. И тоже вот много споров среди комментаторов, толкователей Священного Писания, что о чем тут речь, что это значит за верблюд, который через игольные ушки, вот попробуй там его протиснуть. Ну, некоторые, отталкиваясь от ряда древних рукописей, говорят, что там имелся в виду не верблюд, а корабельный канат, который действительно, это как, есть вот ниточка, через иголочку проходит. А если корабельный канат, он толстый, его уже не проденешь. А есть толкование, что все-таки речь именно про верблюда, про верблюда. И в Иерусалиме, по преданию, там были такие ворота небольшие, которые узкие очень, и они не закрывались, в том числе ночью. И почему так? Для чего они существовали? Чтобы если какой-то путник задержался, то мог, чтобы ночью попасть в город. Дело в том, что в древности города всегда вечером, за ходом солнца, ну, или там чуть погодя, в общем, когда тьма уже наступала, плотно закрывались, чтобы сохранить город от набегов неприятеля. И все ворота закрывались. И если какой-то житель задержался, как он попадет? Приходилось ночевать на улице. И вот в Иерусалиме были все-таки одни небольшие воротцы, где человек мог протиснуться через них, да, и даже вроде можно было бы протолкнуть туда и верблюда, но сняв с него поклажу все. Есть такое предание. В общем, тяжело, тяжело было верблюда протиснуть через эти воротцы. Они назывались именно игольным ушком из-за своей узости. Но вот так и, может быть, даже еще тяжелее богатому протиснуться, так сказать, со своими богатствами в царство Божие, но он туда явно не попадет. С богатствами от них нужно хотя бы внутренне отрешаться. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Кто тогда может спастись, если все думали, что богатые – это благословленные Богом, а получается, что и они, им еще вообще трудно туда попасть. Кто же тогда? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. И вот это ключевые слова, одни из ключевых слов во всем Евангелии, что человеком самостоятельно спастись невозможно, как бы мы ни хотели, мы своими силами попасть в царство Божие не сможем. А вот Богу все возможно. И Господь смотрит на сердце смиренное, на сердце кроткое, терпеливое. Может, кстати, и богатый человек прийти к смирению и спастись, а бедный человек, он настолько озлобленно будет смотреть на всех, завидовать богатому, всех осуждать, что явно, что он со своей бедностью в рай тоже вряд ли попадет. То есть Господь смотрит на сердце, и Господь пытается спасти человека, приводя его к смирению. Но люди сами по себе спастись не могут. А вот Богу все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот Петр, он такой всегда горячий, ему хочется скорее вот вперед, значит, только спаситель что-то сказал, он тут же как бы дополняет, вопросами своими дополняет, и говорит Петр, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам. То есть посмотри, пожалуйста, вот ты, Господи, говорил про тех, кто все оставит, значит, все вот эти богатства, а мы вот все оставили, вот что будет нам. И надо сказать, что спаситель не пытается уничижить в данном случае Петра, что, мол, вы оставили все, но надо быть вроде как бы посмиреннее тебе, Петру. А нет, все-таки спаситель, снисходя к Петру, у него Петра как бы детское такое проявление, вот Господи, он как ребенок, мы-то все оставили, мы последовали за тобой, уж нам-то будет какая-то награда. И Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что да, да, что вы последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, «Сядете вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». А, ну давайте сейчас здесь остановимся. То есть, да, действительно, спаситель говорит, что поскольку вы последовали, то и вы и будете со мною. А как же тут скажут, многие, может быть, вспоминая наставление преподобного Силуана Афонского, что «держи ум твоего аде и не отчаивайся», то есть не помышляй, нисколько о рае, о том, что вот именно в аде ум свой держи. Но это ведь было связано с конкретными всё-таки духовными ситуациями, что если ты возносишься умом своим и думаешь, что я вот точно спасусь, а другие неизвестно, спасутся или нет, то да, то держи ум твой в аде. Но если ты унываешь, то надо всё-таки вспомнить, что Господь призвал нас и хочет, Господь хочет нас видеть в раю изначально для каждой души человеческой уже приготовлена райская обитель. Правда, вот как один подвижник тоже говорил, что обителей в раю много, доживущих там мало, а в аду тесно, но вот там все как, значит, плотно, как селёдка в бочке. Да. Но тем не менее, Господь всё-таки призывает именно к райским обителям, а ученики Христовы 12, они призываются в каком-то смысле действительно к суду над людьми. А почему так? Потому что они будут благовествовать Евангелие всем народам. Ну, тут, правда, сказано, на 12 престолу судить 12 колен Израилевых. То есть не про все народы говорится, а про 12 колен Израилевых. Но они же будут идти с проповедью Евангелия среди израильтян. И, да, они ходили так, и, соответственно, они будут в каком-то смысле судить, но судить будет само слово евангельское. Вот ты принял его или ты не принял его? И, соответственно, вот принял ли ты проповедь апостола или не принял? Да. Но Спаситель произнёс нечто утешительное, хотя мы понимаем, что Спаситель вот говорит, вы сядете на 12 престолах. И тут же Иуда, он ведь тоже слушает. Он тоже думает, что он сядет на такой трон и будет министром своего рода и будет судить одно выделенное ему колено Израилева. И Иуда в итоге не попадает в это число. Это значит, что обетование райской жизни даётся всем, но сподобишься ли ты собственно райской жизни, зависит ещё и от самого тебя. Устоишь ты верности Христу или не устоишь? Дальше Спаситель продолжает, «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит восток крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Да, через всю историю проходят эти слова и исполнение этих слов, как и преподобный Паисий Святогорец. Для него самая большая привязанность земную это были родственные привязанности к родителям, к маме, к сёстрам и братьям. И для него было это тяжеловато, но он понимал, что нужно всё-таки посвятить себя Христу, а в итоге он получил во сто крат больше. И люди, которые шли к нему, они считали его вот как родного, как родного своего духовного отца. И на самом деле человек не теряет то, от чего он отказывается ради Бога. Но Господь, Господь подаёт ему благодать и в свете благодати он уже видит всё иначе, что должно находиться на первом месте, а что там является вторичным. Многие же будут первые последними и последние первыми. Но тут слова, конечно, тоже многократно толковавшиеся, что и, ну допустим, что и сейчас в последние времена, может быть у нас и не последние, но будут последние, и там окажутся святые, которые по уровню духовной жизни окажутся подобными святым первых христианских времён. Есть ещё иное толкование, то, что кто-то мнит себя первым, но в итоге он окажется последним. Вот если ты мнишь себя первым, что я превосхожу других, то в итоге ты можешь оказаться последним. А есть те, которые считают себя последними по смирению своему, и ради этого смирения Господь делает их первыми. Так что, братья и сестры, очень много всего содержится в Священном Писании, и толковать это можно бесконечно. Самое главное нам стараться хотя бы понемножку исполнять это и проникаться духом Святого Евангелия. На этом мы завершаем девятнадцатую главу. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok